Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Мои дорогие подписчицы, зрительницы канала попросили меня найти летний вариант жакета на жаркое лето, чтобы он был на пуговицах. И я на просторах интернета увидела вот такую замечательную, красивую, ажурную модель и решила с вами поделиться всеми материалами, схемами вязания и также разобрать с вами, вместе с вяжем, образец узора. Посмотрим, как он будет смотреться в образце и научимся его вязать. Жакет связан с точным рукавом. Как вязать в точной рукав, вывязывать пройму. Есть схемы вязания, можно сделать скриншот с экрана и вязать по схемам. Схемы хорошего качества. Размещаю все материалы я всегда в конце видео. Если вы не любите или не умеете вязать окат рукава, вывязывать проймы, то можно связать очень упрощенным вариантом жакет со спущенным рукавом. Длину рукава можно тоже регулировать по своему усмотрению. Длинный, три четверти, укороченный. Кому как больше нравится. Также это идеальный вариант узора, который можно подстроить под реглан и связать жакет сверху вниз регланом. Жакет связан вот таким вот очень простым, легко запоминающимся узором. Здесь высота одного раппорта 8 рядов и 12 петель. Ширина раппорта. Вяжется узор просто, быстро, а самое главное, расход пряжи здесь небольшой. И это идеальный вариант узора для вязания летних вещей, таких как топ, майка, летний жакет, кардиган, пальто, платье, лифт платья, шапочку можно связать. Посмотрите, какой он ажурный. И также для вязания узора подойдет пряжа от 220 до 300 метров в 50 граммах. Это может быть пряжа из летней серии. Лучше, конечно, с использованием натуральных материалов. Хлопок мягкий, мерсеризованный, лед. Можно связать из микрофибры, тоже будет неплохо смотреться. Данный узор вяжется прямыми обратными рядами и также прекрасно вяжется по кругу. Смотрите, если вы будете вязать жакет снизу вверх, то вот эти цветочки будут смотреть вверх. Вот так вот будут располагаться. Если вязать регланом, сверху вниз жакет, либо кофточку летнюю, то цветочки будут смотреть вниз. Вот так вот будут располагаться. Вот этот узор очень хорошо и легко можно переделать в регланной линии. Кто любит вязать регланом, присмотритесь к этому варианту узора. А сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем разбирать принцип вязания узора. Начинающие вязальщицы, если не умеют читать схемы, вяжут со мной вместе узор, а опытные рукодельницы вяжут жакет по схемам, которые вы найдете в этом видео. Легких нам петелек. Образец узора я буду вязать крючком номер 2. Пряжа 220 метров в 50 граммах. 100% мерсеризованный хлопок. Аэропорт узора состоит из 8 рядов в высоту и 12 петель в ширину. Для образца набираю цепочку из 25 воздушных петель. Вяжем первый ряд. Одна воздушная петля подъема. В следующую петлю провязываю столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 2 петли. 1, 2, в третью петлю. Вяжем столбик без накида. Связали первую арочку. Раппорт узора состоит из 4 вот таких вот арочек. 12 петель. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Пропускаю 2 петли цепочки. 1, 2, и в третью петлю вяжем столбик без накида. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаю 2 петли. 1, 2, и в третью петлю провязываю столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петелек. Пропускаю 2 петли. В третью петлю вяжем столбик без накида. Все, связали с вами 1 раппорт узора. Раппорт узора 12 петель и 4 арочки. 1, 2, 3, 4. Пятая арочка это уже начало следующего раппорта. Приступаем к вязанию 2 раппорта. Цепочка из 4 воздушных петель. Пропускаю 2 петли. В третью вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. Пропускаю 2 петли. И в третью вяжем столбик без накида. Будем вязать с вами 2 раппорта в ширину. И свяжем 8 арочек. 4 воздушные петли. 2 петли пропускаю. В третью петлю провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. 2 петли пропускаю. В третью провязываю столбик без накида. Должно быть 8 арочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 арочек для 2 раппортов. Вяжем второй ряд. И второй ряд будет у нас началом 1 раппорта в высоту. Цепочка из 5 воздушных петель. Разворачиваю вязание на другую сторону. В первую арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 4 воздушные петли. В следующую арочку цепочки поверх цепочки вяжем столбик без накида. 4 воздушные петли. В следующую арочку провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. В следующую арочку цепочки вяжем столбик без накида. 4 воздушные петли. В следующую арочку цепочки провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. В арочку цепочки поверх цепочки столбик без накида. 4 воздушные петли. В арочку цепочки вяжем столбик без накида. 4 воздушные петли. В арочку цепочки вяжем столбик без накида. И заканчиваем вязать ряд. Выравниваем его по высоте. Провязываю 2 воздушные петли. В вершину столбик без накида. В эту петельку. Под косичку провязываю 1 столбик с 1 накидом. Данный узор вяжется по кругу, а также прямыми и обратными рядами. Мы будем вязать с вами прямыми и обратными рядами. Вяжем третий ряд. 1 петля подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. В вершину столбика с 1 накидом провязываю 1 столбик без накида. Цепочкой из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Поверх цепочки, вот в эту арочку, вяжем столбик без накида. В следующую арочку мы будем с вами вязать цветочек. Состоящий из нескольких элементов. Провязываю 3 полустолбика с 1 накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петли соединяю вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же арочку цепочки провязываем точно такой же элемент. 3 полустолбика с 1 накидом, с общим основанием и с общей вершиной. 4 петли соединяем вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же арочку цепочки провязываем 3 полустолбика с 1 накидом, с общей вершиной. Все, вот связали мы с вами такой цветочек. В следующую арочку провязываем по вверх цепочке 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку провязываем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку провязываем столбик без накида. А вот в эту арочку мы с вами сейчас будем вязать цветочек. И получается, что у нас между цветочками 2 арочки. 1, 2. Вяжем в эту арочку по вверх цепочки 3 полустолбика с 1 накидом с общим основанием и с общей вершиной. 3 воздушные петли. Опять по вверх цепочке мы провязываем 3 полустолбика с 1 накидом. 3 воздушные петли. И третий раз повторяем этот элемент. Провязываем 3 полустолбика с 1 накидом. 4 петли вместе. Вот в эту арочку цепочки мы вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Теперь пропускаю вот здесь 2 петли. 1, 2. И в третью петлю провязываю 1 столбик без накида. Вяжем четвертый ряд. Набираю цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю за ней на другую сторону. Поверх цепочки вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. Вот в эту арочку между элементами провязываем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку цепочки провязываем столбик без накида. В следующую арочку вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку вяжем столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. Вот в эту арочку вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли. И в вершину столбика без накида вяжем 1 столбик с 1 накидом. Все, связали ряд, который состоит у нас из... Давайте посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 арочек. Вяжем 5 ряд. 5 и 6 ряд у нас будет вязаться точно так же, как мы с вами вязали 4 ряд. То есть у нас 4, 5 и 6 ряд состоит из арочек. Цепочки по 4 воздушные петли. 1 воздушная петля подъема разворачиваясь на другую сторону. И в вершину столбика с 1 накидом вяжем 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. По вверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петель. В следующую арочку по вверх цепочки вяжем 1 столбик без накида. И так далее. Повторяем в принципе вязание 4 ряда. Повторяем вязание 4 ряда. Заканчивая вязать ряд, провязываем цепочку из 4 воздушных петелек. И вот в эту арочку провязываю 1 столбик без накида. Шестой ряд вяжем точно так же, как вязали 4 и 5. Цепочка из 5 воздушных петель. Разворачиваю вязание на другую сторону. В первую арочку провязываю столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петелек. В следующую арочку провязываю поверх цепочки столбик без накида. Цепочка из 4 воздушных петелек. В следующую арочку вяжем столбик без накида. И так далее. В вершину каждой арочки провязываем по столбику без накида, а между столбиками цепочка из 4 воздушных петель. Великоскополь заканчиваем ряд провязываем цепочку из двух воздушных петель и вершину столбика без накида под косичку за первую вторую петельку вяжем столбик с одним накидом вяжем седьмой ряд 3 воздушные петли 1 2 3 разворачивай на другую сторону и из вершины столбика с одним накидом под косичку провязываю два полустолбика с одним накидом 3 петли соединяю вместе 3 воздушные петли теперь вот поверх цепочки из 2 воздушных петель вяжем 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и из общей вершиной 4 петли соединяем вместе связали половину цветочка следующую арочку провязываем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель поверх цепочки вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель поверх цепочки вяжем столбик без накида связали две арочки и следующую арочку мы будем с вами вязать цветочка провязываю 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной цепочка из 3 воздушных петель в эту же арочку провязываем второй раз 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием с общей вершиной 4 петли соединяю вместе 3 воздушные петли и третий элемент вяжем вот в эту арочку цепочки провязываю 3 полустолбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной все связали цветочек следующего арочку провязываем столбик без накида вяжем цепочку из 4 воздушных петелек в эту арочку провязываем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку провязываем столбик без накида вот в эту арочку мы будем сейчас с вами вязать половину цветочка для начала провязываем 3 полустолбика с одним накидом с общей вершины 3 воздушные петли и вяжем еще раз вот этот же элемент у нас бы 2 поищу 3 полустолбика с одним накидом с общей вершиной все связали с вами 7 рядов вяжем 8 ряд набираем цепочку из 5 воздушных петель разворачиваю вязание на другую сторону парочку цепочки из 3 петель провязываю столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку вяжем 1 столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку вяжем цепочку столбик 1 столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель в следующую арочку вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель парочку поверх цепочки вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель пир цепочки вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку вяжем столбик без накида 2 воздушные петли заканчиваем вязать ряд и одновременно и его выравниваем по высоте здесь вот находим с вами место соединения столбиков вершину и за подкосечку за первую вторую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом вяжем крайний ряд раппорта это по счету девятый ряд раппорт у нас состоит из восьми рядов в высоту 1 воздушная петля подъема разворачиваем за не на другую сторону вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель поверх цепочки вяжем столбик без накида цепочка из 4 воздушных петель следующую арочку поверх цепочки вяжем столбик без накида в этом ряду мы с вами будем вязать в каждой поверх каждой арочки столбик без накида а между столбиками вяжем цепочку из 4 воздушных петель и заканчиваем вязать ряд в крайнюю арочку провязываем столбик без накида все связали с вами один рапорт далее для того чтобы продолжить вязать узор вы перематываете видео на начало вязания второго ряда и вяжите по принципу повторения повторяя за мной со 2 вот он второй ряд состоит из одних арочек по 9 ряд включительно вот крайний ряд это 9 и вяжите 2 3 4 5 6 7 8 9 все время повторяя до нужной вам высоты длины изделия значит смотрите раппорт узор у нас состоит из 8 рядов ширина одного раппорта 12 петель в основу раппорта входит 4 арочки 1 2 3 4 здесь даже видно видите мы цветочек вязали из одной арочки вот она первая вторая третья четвертая в пятую арочку уже вяжется следующий раппорт следующий цветочек задействовано 4 арочки вот такой вот незатейливый простой узор у нас с вами связался вяжется он просто быстро запоминается легко это летний вариант узора прекрасно подойдет для вязания летних жакетов кардиганов мальчик пляжных туник классических туник топиков кофточек смотрите какой прекрасный летний узор ажурный и довольно таки симпатичный я вязала из пряжи не очень тонкой по метражу если вы завяжете избу из пряжи метраж который 240 300 метров то а за узор у вас будет более ажурный и нежнее смотреться давайте рассмотрим узор поближе вот так смотрится с лицевой стороны здесь вот лицевая гладь и изнаночная узор можно вязать по кругу а также поворотными рядами вот это изнанка узора и лицо лицевая сторона надеюсь вам идея понравилась все схемы я разместила в конце данного видео можете сделать скриншот с экрана распечатать и вязать вас получится очень красивый летний вариант жакета если понравилась данной модели поделитесь пожалуйста этим видео в своих социальных сетях сделайте репост спасибо что досмотрели видео до конца с вами была елена ирмина всем пока пока до новых встреч на моем канале заходите ко мне в гости каждый день я буду очень и очень рада спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр! 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 спасибо за просмотр!